Если хочешь жить в хорошем, благоустроенном доме, берись за дело сам. В этом уверены герои нашего репортажа. Галина Факеева уже много лет старшая по дому на 2-й Меланжевой 5. Вдохновляет на коммунальные подвиги всех соседей, инициирует собрание, следит за действиями управляющей компании и работой подрядчиков. Ее миссией стало спасением пятиэтажки от разрушения. Это был крейсер «Варяг». То есть в подвале фекалии текли, холодная вода текла, и тем более еще отопление. Во втором подъезде было 380 вольт. Погорели холодильники, стиральные машины, телевизор, в общем, все. Поменяв три УК, Галина Сергеевна нашла подходящую, и работа под дружеским управлением пошла активно. Сделали в подвале лежаки, отремонтировали. Во всех квартирах холодные водоснабжения, стояки, отопление, свет. Свет во всем доме сделали, поменяли провода, сделали швы, цоколь, отмозку. За 7 лет они ни разу ничего не отказали нам все. И окна поставили, и, ну, в общем, все сделали. Вот сейчас последнюю уже крышу перекрыли. Ну, крыши хорошие, да. Галина Сергеевна должна крышу туда завазить. Крыша – дорогое удовольствие, около 4 миллионов рублей. Но мембранная кровля с утеплением того стоит. Дом теперь лучше сохраняет тепло, а значит, помогает жителям экономить на отоплении. Летом о духоте в квартирах можно забыть. Поверхность кровли отражает солнечные лучи. Чтобы такую крышу сделать, жителям пришлось увеличить тариф. Платят 15 рублей с квадратного метра. Деньги уходят на счет дома. Если бы ждали очереди на капремонт, в протечках бы тонули до 2036. Но Галина Факеева допустить этого не могла. В доме номер 6 по 4 Меланжевой в тандеме работают две активистки. Только посмотрите, какие у них клумбы. Под контролем совета дома все, от лавочек и навесов до инженерных коммуникаций. Подвал у нас был затопляемый, потому что у нас грунтовые воды. И нам пришлось завозить песок. 5 лет завозили мы песок. По 20 тонн, я не знаю, сколько машин мы завезли, но сейчас у нас более комфортные условия. Окна вставили, поменяли почтовые ящики, сделали ремонт в подъездах, заменили полностью канализацию. Дому 56 лет. Полвека из них здесь не было никакого ремонта. Пока за дело не взялись жители. Теперь все сделано на отлично. Совет дома контролируют. К выбору подрядчиков относятся трепетно. Торгуются, просят скидки. Кредит брали только один раз и быстро погасили. В остальном копят. Медленно, но верно. Два года средства капитального ремонта у нас копятся на межпанельные швы. Они у нас в плохом состоянии. Так что в следующем году мы планируем. Но это все будет в согласии всех собственников. Шестой дом по улице Новая выделяется из всей улицы, если не из всего района. Яркие цвета фасада выбирали в домовом чате. Голосовали, спорили, но пришли к общему решению. Есть такие у нас люди, которые недовольны. И приходится объяснять, что это для нас это сделано. Что если мы не будем, то и будет все вот это старье так и стоять. Подумаешь, там денежка немножечко на рубль, на два прибавится. Так зато это в общем все нам будет хорошо. Совет дома добился замены системы отопления, электрики, инженерных коммуникаций. Теперь идет проверка ремонта межпанельных швов. Когда начинали ремонт, еще прошлый год, я вот по тому дому говорю, мне пьяные швы такие не нужны. То есть я их сразу предупредила. Когда они там сделали торец, я посмотрела, говорю, нет, не пойдет. И мы, значит, выезжал директор, главный инженер, дальше у подрядчика директор, главный инженер, помощник его. Наши вот уполномоченные по подъезду, рабочие. И вот все смотрели. Ну еще, конечно, вопросы есть, и мы принимать будем очень-очень строго, чтобы не было никаких проблем. Людмила Яковлевна человек неравнодушный. В этом доме живет 50 лет. Любит его всей душой и соседей заряжает. Наверное, поэтому ее единогласно выбирают в председателе совета. Я горжусь председателем совета дома. Она у нас молодец. И мне кажется, очень нам повезло, что нам такой человек выпал в председателе. И в ней столько энергии, столько желания работать. И она и нас как бы тоже держит, дисциплинирует. Вот. И тоже хочется работать, что-то делать для дома. Старшие по домам должны общаться, рассказывают наши героини. Делиться опытом, повышать квалификацию, дружить. Раз в год они собираются на семинарии от управляющей компании. И учатся на хороших примерах. Секрет успеха их домов прост. Жители не побоялись, взяли ответственность на себя, никого не винили, победили лень и равнодушие. И все получилось.